приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поставить лайки и оставьте комментарий давай ну хотя бы чаю возьми я чай приготовила уже в комнате чай возьмем вот если что я я выпила уже воды утром я не хочу у нас доброе утро но это кстати уже не очень раннее утро раджиш вообще встал на на часов 6 да да но я не захотела я не захотела вставать я решила немножко немножко все-таки поспать все-таки я на отдыхе 6 я и дома встаю в общем раджиш не знаю где он был сейчас он нам все расскажет где он был с утра пораньше чем он занимался потом в комнату обратно пришел на вот это дерево пойдем мы хотим на вот это 3 house пойти вчера вы так и не попали сегодня будем ну 3 house говорят все равно типа 3 house 3 беседка беседку эту хотим попасть и выпить чай здесь видите сзади здесь тоже вот есть эти вот все коттеджи все они получаются имеют вид именно вот на на озеро смотрите такой вот внутри house написано раджиш ну вот как это все равно это пишут 3 house хоть беседка хоть дом значится что на дереве тебе устроили типа как домик маленький мы вчера видели что люди сюда поднимались но мы решили оставить самое приятное на на утро посмотрите какой вид кстати в бассейн тоже так и не влезли мы раджиш сюда вот поставь на столик еще один давай сюда вот еще один столик есть здесь почище ставь ничего страшного раджиш посмотрите какой вид кстати с утра уже с утра вот где мы проходили девочка сидела уже с утра раджиш говорит шутинг был то есть утра они уже все снимали они уже вот назад идут смотрите то есть утренний туман в пять часов да но я когда вот в 6 вышла в пол седьмого вышла с комнаты посмотреть здесь было все в тумане я видела что они вот фотографируются опять и что они там фотографировались раджиш о прям воду раджиш говорит прям в воде они там что-то делали может быть даже купались я представляю с утра вода холодная то точно а ты где был расскажи ты здесь был нет нет я я думала ты наверно побежал куда-то да но здесь дело в том что да нету такого места чтобы бегать не очень ровно мы вчера ходили там все такое неровное поэтому можно ногу очень сильно подвернуть понятно раджиш здесь сидела я вышла из комнаты смотрю его нет уже какие я потом сразу после тебя и проснулась один тысячу ты не можешь сказать что я нет нет уж я такого ничего не говорю я сама не захотела я хотела полчаса еще поваляться в постели посмотрите утром такой воздух посмотрите какая красота мы кстати очень рано отсюда уедем в 10 в 10 в 11 до раджиш говорит в 10 уже уедем отсюда разрешу и на работе на сегодня понедельник нет нет делать ничего сейчас сейчас утренний свой немножко моцион сделаем немножко здесь посидим пока будет пока будет не яркое солнце потом здесь сидеть будет невозможно может быть позавтракаем здесь скорее всего да еще надо будем потому завтрак платили за это же оплатил завтрак говорит поэтому позавтракаем и уедем нас здесь приглашают опять на лодке ну как приглашат мы вчера и договаривались раджиш вчера говорил о том что я утром мы будем делать поэтому они пришли нас уже спросили ну почему бы и нет потому что здесь как бы особо делать нечего в комнатах да здесь все прелести вот как раз вот в этом во всем до с утра тоже сейчас пойдем погуляем поэтому мы решили мы решили все-таки поехать покататься на лодках сейчас пойдем отнесем чашки в комнату выпили мы зеленый чай мы кстати вот у этих ребят которые профессиональные фотографы вчера ночью когда они уже все разошлись для себя мы тоже сделали фотосессию раджиш прям прям не мог успокоиться пока они фотографировались говорит я попрошу я спрошу и все-таки в конце он спросил у парня и он тоже нам сделал несколько именно профессиональных фотографий таких вот вечером но нам уже на ватсап переслал только здесь очень плохой интернет и невозможно открыть сейчас мы потом откроем но одна уже с трудом открылась вот фотография конечно очень очень чистая очень такая профессиональная красивая кстати не знаю что там сзади еще не ходила что там сзади ну мне кажется здесь такое какое-то рабочее помещение комнаты коттеджи конечно эти коттеджи вот это я не знаю это коттеджи или нет нет это не коттеджи потому что здесь получается из окна вид нехорошие они вот комнаты сделали все так чтобы вот из каждой комнаты чтобы из каждой комнаты был вид на озеро видите даже вот отсюда если я стою я вижу вот озеро поэтому все комнаты вот в той стороне стороне озера он здесь я не знаю здесь да просто туалет туалет душ для работников а вот здесь сзади я даже не знаю что это она это зеркало это зеркало мне показалось что это дверь какая-то что она куда-то ведет нет это просто зеркало ну и сзади вот уже какие-то ворота просто вот задний дворик очень небольшое очень небольшой такой вот вот это вот загородное место resort на очень маленьком месте они сделали очень классно открылись уже режисс хоть одну покажи хоть хорошие получились или нет вообще ой красивые слушать я такой свет такая я красивой красивые фотографии покажи хоть покажите гляньте хорошо я потом наверно вставлю в конце как нас фотографировали вставлю эти фотографии в конце красивые конечно фотографии получились мы идем на лодку хотим покататься на лодке нас уже там ждут пришли нас позвали спокойствие спокойствие да наш столик вот этот раз да да вот вот нет нет вот этот наш столик они здесь они здесь так и стоят раджей как ты уберешь раньше думал что это специально для нас поставили говорю нет конечно здесь укопаны вот эти вот смотрите вот эти столбы специально подсветка подключен не знаю может сказать надо ну спроси иди там есть вообще кто-то или нет а у не смотрю люди уже катаются смотрите на каноэ на каноэ на каноэ уже кто-то катается так вот раз уж думал что это специально прям для нас поставили конечно же нет все это сделано уже вот этот сетов заранее подключены вот эти лампочки до чтобы просто вот чтобы просто вот включить поэтому но конечно они берут за это деньги нам сразу сказали что это будет стоить не знаю сколько раз уж говорит может быть тысячу может быть больше но в любом случае здесь как бы делать то особо нечего поэтому когда люди сюда приезжают если если хочешь вот что-то такое особенное да не не есть со всеми вместе сидеть в ресторане в кафе то вот пожалуйста тебе здесь так сказать на полянке на этой сделают отдельный такой сетап кстати коров пока нет с утра утром они были убегать здесь вот негде вы видите потому что здесь не ровная местность и там где вот вчера мы ходили там тоже колдобины и ямы камни поэтому здесь можно очень сильно подвернуть лодыжку или просто даже упасть нет иначе утром раджиш у меня обычно бегает по утрам в таких местах бегает или мы пешком с ним идем по всем вот этим полям по лесам посмотреть что да как шоу мы успеем хоть пешком еще сходить не погулять не успеем не ну я не хочу чтобы ты опоздал в принципе у меня уже настроение на отъезд покатаемся на лодке посмотрим будет время ну конечно нет но это же ты сказал с утра вито вовремя выйдем так сказать ну смотри если ты не очень спеши что можем пешком еще где-то здесь погулять насладиться утренним вот этим воздухом чистым и этой тишиной посмотрите еще солнце толком не взошло и над над рекой вот туман но он почти конечно рассеялся с утра с утра это было что-то не будил будил но у меня сил не было но мне хотелось тоже вот полежать полежать понимаете полежать просто понежиться в постели каждый день мы встаем рано спешим а здесь у нас настроение выходные ветерок но ветерок меньше чем вчера вчера был сильнее сильнее конечно ветер но ветер есть здесь какая прелесть какая прелесть есть там кто нибудь о том что тебе вчера сказали нам сказали мы это поздно там знали дамы скромный залидят чем скромничал пришли одну скромничали понимание разрешен смысле они из комнаты не выходили даже поели и легли спать а мы танцевали очень долго очень долго здесь наверно до десяти до десяти раз до десяти только мы были но здесь просто очень темно поэтому да быстро мы заснули раджи здесь просто очень темно кажется что уже прям глухая ночь а на самом деле мы быстро заснули в десять мы пошли в комнату в десять мы пошли в комнату там нам потом принесли ужин поужинали пока то есть я думаю в двенадцати мы уже заснули да в общем все равно долго мы танцевали и вот эти уже тоже фотографировались фотосессия была у них тоже долго и они нам сказали что вы молодцы вы очень хорошо отдыхаете не сидите в комнате глядя на вас мы еще кстати муж музыка же у нас там играла да они просили нас по громче поставить чтоб не скучно им было работать я я думала они просят приключить звук чтобы не мешать а они наоборот сказали погромче погромче сделайте чтобы мы взводрились чтобы нам веселее работать было я же не говорю каждую неделю ну это я так слову конечно сказала что каждую неделю но каждую неделю конечно не всегда есть возможность У нас есть еще какие-то дела, но раз в месяц хотя бы то можно куда-то выехать, правильно же? Поэтому мы решили, мы уже с прошлого раза решили, но мы будем приезжать однозначно. Будет с нами кто-то, не будет. В общем, мы просто будем вдвоем даже приезжать, вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Потом мы тут застряли, да? Ну, конечно, не испугались, они бы позвонили, какую-то в лодку, наверное, прислали, но все равно. Такой маленький адреналинчик. Ну, потом они завели, завели все-таки мотор. Я смотрю, какие-то люди на берегу тоже, наверное, купаться приходят. Хотелось бы попасть на какой-то другой берег, но они говорят, что здесь очень мелко. И, в общем, причалить невозможно, поэтому не могут они. А так вообще было бы очень интересно, представьте, приехать бы, допустим, с той стороны, на эту сторону пикничок типа сделать, да? Если бы они вот что-то такое организовывали, тоже было бы очень интересно. Типа такая маленькая поездка, да? Вот что с этой стороны тоже интересно. Мне там маленький островок или там что-то есть сзади. Можно было бы приехать сюда. Но они говорят, что здесь мелко, Раджиш, они не могут к берегу пристать. Вообще река, они сказали, очень глубокая, но как бы в середине, да? А по берегу понятное дело, что это чтобы вот... Это же как лодка все-таки. И лодка, чтобы причалила, нужно делать, получается, такой причал. Раджиш говорит, я хороший муж, я не ленивый. Конечно, ты хороший муж. Ну, Раджиш действительно очень активный. Раджиш у меня очень активный. Он не из тех, которые на отдыхе, знаете, будет до 12 лежать, в постели. Он, смотрите, раньше уже меня встал, побегал там, все посмотрел, потом пришел опять, меня разбудил. Он у меня такой активный. Это, в принципе, хорошо. Мы любим активный отдых всегда, на отдыхе. То есть мы в комнате точно никогда не сидим. Кстати, вот эта манера сидеть в комнате, Раджиш, согласись, что это чисто индийская манера. Индийцы очень любят именно по комнатам сидеть. Для них вот отдохнуть, приехать в такое место, это вот именно посидеть в комнате. Все в комнате. Лежать, телевизор смотреть. Три раза в день еда по расписанию, чтобы вот все вовремя. И вовремя заснуть. Ну, так, у каждого свои, скажем так, интересы. Потому что вот кроме нас вчера вообще, как бы, никого на улице и не было. Вне коттеджей кто был? Никого не было. Ты еще сам удивлялся, что где люди типа все? Никого не было. Все были в своих комнатах. То есть после темноты все пошли в комнаты и, по всей видимости, там и были. Субтитры сделал. Я увидела, как змею, плавающую в воде, представьте. А потом у них спросила, говорю, есть здесь змеи что ли? Это действительно ли это была змея? Он говорит, да, да, есть здесь змеи. Плав. Да? День назад меня смелись, понимаешь ты? Что? Что меня здесь сам кусил. И сразу такой... Я думал, все, я теперь умру. Да, брось ты. Ты же доктор. Ты же знаешь, что есть противоядие. Нет, просто змею, говорю. Я не знаю, почему так. Я увидела змею реально. Но я, конечно, не успела ее снять. Даже маленькие змеи меня кусали, понимаешь? Ну, в дом же влезла змея. Нет. После вот ты сказала... Видишь, в дом же влезла змея к нам. Могла и меня укусить, между прочим. Как я ее увидела, Раджеш, это вообще ужас какой-то был. Я там стояла на кухне. Он пришел, чтобы от тебя яд взять, понимаешь? Зарядиться, подзарядиться от меня. Ну, не получилось, Раджеш. Не получилось у него. Промашка, промашка получилась у змеи. Я его выкинула. Я его выкинула из нашего дома. Вот смотри, Раджеш, с этой стороны мы вчера были, помнишь? Сюда мы дошли полностью пешком, обошли озеро. Правда, мы к воде не спускались. Вот полностью сюда мы немножко дошли, до вот этой вот будки. И обратно пошли. Не захотели мы здесь уже потом ходить. То есть мы пешком полностью оттуда прошли до этих пор. Да, и вот смотри, мандир там видно, видишь? Храм. Я говорю Раджешу, я подумывала о том, чтобы понырять, поплавать, вот так вот взять лодку в следующий раз. И попрыгать прям с лодки. Знаете, понырять, поплавать. Но увидев змею, и после того, как мне сказали, что здесь действительно вот эти водные змеи, в воде они живут, конечно, у меня пропало. Пропало все желание сразу нырять. Со змеями точно не. Ну что, какая красота, муж. Какая красота. А ну я иду к тебе, дай мне руку. Дай мне руку, ой, какая красота. Ох ты мой, ох ты мой. Ты посмотри. Солнышко, солнышко уже поднимается. Ну пока не жарко, пока классно. Сейчас вот классно. Раджеш даже уезжать не хочет. Говорит, вчера говорил, давай пораньше, давай пораньше. Сейчас говорю, ну смотри, в принципе, мы на лодке покатались. Сейчас позавтракаем. Как бы делать особо здесь нечего. Ну не хочет даже уезжать. Говорит, нет, нет. Еще до десяти, до полодиннадцатого побудем здесь. Потом уедем. Понравилось нам здесь очень. Просто бассейн просто не хочет. Да, вот бассейн. Единственное, что мы в бассейне не... Котик сейчас может? Ну холодно, Раджеш. Я только-только начала выздоравливать. Нет, если хочешь. Хочу, но я боюсь заболеть, котик. Я настолько сильно переболела. Этот раз тоже, ты же сам знаешь. 41 температура. Поэтому сейчас не хочу. Мы сейчас вот с мужем как раз стоим, говорим о том, что мы побывали здесь, побыли, вернее, всего лишь вот день. Но у нас такое ощущение, что мы два дня здесь были. То есть мы настолько вот были такие активные, да, вот. В комнате не сидели. То есть мы насладились, насладились буквально вот каждой минутой нашего отдыха. Поэтому остались очень довольны. А что у нас здесь, Раджеш? Это маленький островок, что ли? Да, это как маленький островок. Это же птички там сидят. Я правильно вижу? Это не птички. Не знаю. Похоже, как на островок, но что это, не знаю. Ну здесь какие-то вот... Разметка есть какая-то. Я знаю, что они рыбу... Ну как нету, птички есть, смотри. И цапли стоят. Или подруга мы есть. Нету птичек. Цапли, цапли стоят. Они шарикулловят тоже. Я видела, кстати, настоящую лелеку здесь. Огромную, такую большую. Кстати, вот на той стороне тоже вижу. Ну далеко, я так просто не приближу. Лелек здесь очень много журавлей. Лелеки. Ну сегодня он нас, конечно, вообще шикарно прогулял. Смотрите. То есть вчера мы только доехали до причала и вышли, Раджеш. А это он у нас повез уже полностью в эту сторону до конца реки. Ну я смотрю, тут тоже полоскание, стирание. Все сельские, деревенские, да. Утром они приходят на берег реки, стирают свои вещи. В общем, моются. Смотрите, полностью на берегу сидят. То есть в Индии непрекращающаяся стирка вот в таких местах. Не, мы только до причала доехали и все, Раджеш. Да? Решил покатать нас хорошенько. Видишь, смотри, вот наш причал. Я же тебе говорю, он много нас катает. Вчера он только немножко вот сюда вот развернулся. Да? Ну вот опять, опять нас везет дальше он. Ну может развернется просто. Ну не знаю, но сегодня, мне кажется, он намного дольше нас катает. Раджеш вот тоже заметил, что опять у нас назад поехали. Красота здесь, конечно. Ох, красота. Раджеш, ты не засекал время, сколько они нас сегодня катали на лодке? Достаточно даже. Ну очень достаточно, правда. Представьте, я вообще... Я же не знаю, сколько они нас катали, но полчаса это как минимум, если не больше. Просто шикардос. Собачки у нас здесь. Прям возле воды, вы посмотрите. Где ваши манеры, сэр? Где ваши манеры? Вы должны подать руку даме. Дене водой. Спасибо, спасибо. Они поняли, нет, ничего. Ничего не сказали вообще. По-прежнему вокруг ни души, кроме вот двух собачек. Так, Раджеш, пойдем пить чай. А, фотографы наши стоят на своем посту. У них фотографии, у них бедных, они вообще спали, не спали. Это ж надо с утра встать, накраситься этой девушке. Парни, то понятное дело, что только переодеться. В общем, со вчерашнего дня люди работают, не покладая рук просто. То есть на самом деле съемки, это настолько такая вот кропотливая и долгая работа. Чтобы получить один нормальный шот, да, одну нормальную фотографию, нужно работать целый день. То есть из десятков фотографий, чтобы выбрать потом самую лучшую. Я, конечно, не такой профессионал, как они, но тоже снимаю много. Материала получается, допустим, на час. А из этого часа всего лишь, допустим, полчаса. Я выбираю то, что вот самое лучшее, самое интересное.